Белый дом объявил о программе, которая позволяет американцам и обладателям грин-карт приглашать и принимать украинских беженцев с получением для них разрешения на временное легальное пребывание в США. Это часть общей инициативы, о которой уже объявлялось о том, что США примут до 100 тысяч украинских беженцев, предоставив им временный иммигрантский статус. Другое дело, что те украинцы, у которых в США будет поручитель, очевидно, могут получить разрешение на въезд в Америку быстрее, чем другие. Иммигранты при этом не могут сами подавать заявки на американское спонсорство, а первоначально заявление должно поступать от принимающей стороны. При этом приглашающий должен показать, что иметь возможность поддерживать своих гостей и в финансовом отношении. Приглашенные будут проходить проверку на предмет, как объявлена, защита их от эксплуатации и недостойного с ними обращения. Хотя, конечно, будет проверка и прошлого иммигрантов, отсутствие у них криминальной истории, связи с терроризмом и так далее. Те, кого можно принимать в рамках программы этих индивидуальных приглашений, не обязательно должны сейчас находиться на Украине, но если они из страны выехали, то они должны были сделать это уже после 11 февраля, то есть в преддверии или после начала войны. Сегодня в Израиле объявлено, что сейчас через два месяца после начала украинской войны эмиграция в Израиль перешла границу в 15 тысяч человек из Восточной Европы, 8800 новых эмигрантов прибыли из Украины, 5800 из России и 400 человек приехали из Белоруссии. Ну и также в районе 10 тысяч в этом регионе зарегистрировались для приезда в Израиль и начнут пребывать уже в ближайшем будущем. В Израиле сегодня одна из доминирующих тем доклад антидеформационной лиги по случаям антисемитизма в США за прошлый год. В 2021 году случаев антисемитизма впервые было больше, чем когда-либо с 1979 года, когда стали ввести подобную статистику. В США было зарегистрировано 2717 инцидентов антисемитизма на 34 процента больше, чем в 2020 году. Большинство случаев это словесные оскорбления, число которых выросло на 43 процента на втором месте случаев вандализма. В то же время в два с половиной раза выросло число нападений с 33 до 88. Ни одна из полученных в результате травм не была смертельной, но в результате была 131 жертва. Особый взлет антисемитизма был в мае прошлого года в период обострения конфликта между Израилем и террористическими группировками. Евреи, согласно деформационной лиги, подвергались атакам на улицах только потому, что они были евреями. Нападавшие исходили из того, что только из-за их национальности их можно было обвинять в том, что происходило за тысячи миль от того места, где они находились. Сегодня в Израиле печатается сообщение об инциденте антисемитизма, который произошел совсем недавно, 20 апреля в Нью-Йорке. Мэтт Гринман участвовал в протесте против антиизраильского митинга палестинцев, а когда он возвращался с израильским флагом домой, на него напала группа преступников. Его повалили на землю и стали избивать. У Гринмана было легкое сотрясение мозга, многочисленные раны и синяки. В следующей части о том, что Элон Маск намерен сделать с Твиттером. Что именно? Оставайтесь с нами.